Всем привет! Смотрите, как восстановить файлы виртуальной машины с хранилища Unraid OS NAS. Unraid предоставляет собой внутреннюю операционную систему, разработанную для обеспечения полного контроля над вашим оборудованием. Она не только выполняет функции надежного сетевого хранилища NAS, но также может выступать в роли сервера приложений и хоста для виртуальных машин. Unraid устанавливается и загружается с USB накопителя, и загружается в корневую файловую систему RAM. Суть Unraid OS заключается в том, что это аппаратное независимое решение, способное превратить практически любую 64-разрядную систему в сетевое хранилище NAS. Более того, операционная система разработана для работы в роли хоста виртуализации. Она использует гипервизор для безопасного и изолированного разделения ресурсов между виртуальными клиентами, что позволяет запускать несколько операционных систем и приложений на одном физическом сервере и оптимизировать использование ресурсов. Виртуализация Unraid построена на базе KVM, которая включает в себя современные версии KEMO, LibWirt, VF.io, VIRT.io и VIRTFS. Также поддерживается открытое микропрограммное обеспечение виртуальной машины OVMWF, которая обеспечивает поддержку UEFI для виртуальных машин, а также упрощенную поддержку сквозного прохода графического процессора. Это позволяет назначить виртуальным машинам широкий спектр ресурсов. Данные технологии виртуализации предотвращают влияние их использования на надежность основной операционной системы. Далее в видео мы рассмотрим функционал построения виртуальных машин на данной операционной системе и как вернуть файлы виртуальных дисков в случае потери доступа к серверу. Чтобы создать виртуальную машину на Unraid OS, вам понадобится образ операционной системы, которая будет установлена на виртуальную машину. Скачайте ISO образ и загрузите его на сервер Unraid. Далее откройте WebManager – виртуальной машины. Здесь кликните по кнопке «Добавить виртуальную машину». Укажите версию операционной системы. Далее откроется страница с настройками. Задайте имя, настройки процессора, объемы оперативной памяти. Выберите ISO образ. Укажите путь к файлу образа, который загрузили на сервер Unraid. Далее укажите объем виртуального диска, в моем случае достаточно 30 гигабайт. И его тип. После нужно указать путь для хранения файла виртуальной машины. Изменить настройки сети. Режим моста. Модель адаптера. После внесения настроек нажмите кнопку «Создать». Если вы не сняли отметку автостарта виртуальной машины, сразу же начнется процесс загрузки. Далее идет стандартная установка операционной системы. Детально на этом процессе останавливаться не будем. Если нужно у нас на канале, вы сможете найти отдельное видео о том, как установить операционную систему. После установки операционной системы виртуальная машина готова к работе. В некоторых ситуациях может понадобиться восстановление файла виртуальной машины из нас в хранилище с операционной системы Unraid. Это может произойти, например, в случае случайного удаления папки с виртуальными дисками или отдельных файлов. Сбоя в работе операционной системы или выхода из строя хранилища, что приводит к потере доступа к виртуальной машине. Вернуть файлы виртуальной машины вам поможет программа для восстановления Hetman Raid Recovery. Программа поддерживает все популярные файловые системы и способна восстановить файлы различных типов гипервизоров. Для восстановления извлеките диски из хранилища и подключите к компьютеру с операционной системой Windows. Загрузите, установите и запустите программу. Hetman Raid Recovery автоматически просканирует диски и отобразит их в окне программы. Для поиска файлов кликните по диску про кнопкой мыши и выберите «Открыть». Далее нужно указать тип анализа, быстрое сканирование или полный анализ. Для начала рекомендуется выполнить быстрое сканирование, это займет меньше времени и поможет найти потерянные файлы в большинстве несложных ситуаций потери данных. Если после быстрого сканирования программе не удалось найти файлов, запустите полный анализ. Для этого вернитесь в главное окно программы, кликните по накопителю правой кнопкой мыши и выберите «Проанализировать заново». Полный анализ. Вкажите файловую систему. Далее. Затем откройте папу, где лежали файлы виртуальной машины. Если вам неизвестен путь, его можно посмотреть в настройке менеджера виртуальных машин. В окне «WebManager.UnrateOS». Откройте каталог. Выделите файлы, которые нужно вернуть, и нажмите «Восстановить». Затем укажите место, куда сохранить данные. «Диск. Папку». И нажмите еще раз «Восстановить». По завершении файлы виртуальной машины будут лежать в указанном ранее каталоге. Помимо восстановления файлов виртуальных дисков вы можете восстановить данные и внутри виртуальной машины, смонтировать образ программы и восстановить файлы с образа виртуального диска. В окне программы откройте вкладку «Сервис» «Монтировать диск». Выберите тип виртуального диска и нажмите «Далее». Затем укажите папку, где хранится образ виртуального диска. Окей. Отметьте файл нужного образа «Далее». После он появится в окне программы. Затем запустите анализ «Открыть». Выберите тип сканирования. Откройте папку, где хранились файлы, которые нужно вернуть. И восстановите их. Итак, в заключении можно сказать, несмотря на то, что потеря данных может вызвать беспокойство и некоторые неудобства, теперь вы знаете, что существуют методы и инструменты, которые могут помочь восстановить вашу информацию. С помощью Hetman Raid Recovery вы сможете восстановить утерянные файлы диска виртуальных машин с Android OS. А на этом все. Надеюсь, данное видео было полезно для вас и помогло восстановить утерянные файлы. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои комментарии оставляйте под видео. Всем спасибо за просмотр. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok